19 часов 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. Это большое реальное время на Финам.фм. Меня зовут Юрий Пронько. Я вас рад приветствовать на волнах нашей радиостанции. В самом начале средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Кроме того, вы можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере. Туда также направлять свои сообщения. В этом части у нас будет круглый стол. У нас три эксперта. Кто смотрит прямую веб-трансляцию, тут их уже видит. Кто не смотрит, значит, вот еще интрига на буквально 20-30 секунд. В следующем части с 20 до 21 итоги дня. Две темы, которые я сегодня взял для обсуждения не только с гостями, но и с вами, уважаемые слушатели. Это, безусловно, по наводке НТВ Левый фронт заподозрили в приготовлении к массовым беспорядкам. Я думаю, абсолютное большинство из нас в курсе происходящих событий. Вот об этом будем говорить. Я пока не буду объявлять тех, кто у нас будет в следующем части, но тем не менее. И вторая тема. Единая Россия может вернуть себе конституционное большинство. Вот несмотря на те итоги, которые представил господин Чуров в декабре прошлого года, в Госдуме появилась так называемая группа свободных депутатов. Это как раз те недостающие голоса, которые в консолидации с такой интересной фракцией, как ЛДПР, дают единороссам абсолютное большинство. У нас уже есть эксклюзивный комментарий Николая Левичева, вице-спикера Госдумы, представителя партии «Справедливая Россия». Он весьма и весьма откровенно мне рассказал о том, что происходит, как давят, по словам Левичева, и кнутом, и пряником. И, в общем-то, люди уже получают свои бенефиции от того, что они объявляют себя так называемыми свободными депутатами. Будет у нас и вице-спикер Госдумы от «Единой России» господин Железняк. И будет, я надеюсь, что будет координатор группы так называемых свободных депутатов, депутат Госдумы Леонид Левин. Вот это все в следующий час. Так что 120 минут вместе с Финам.ФМ. Реальное время на Финам.ФМ. Вы не поверите, но сегодня мы будем говорить вновь о пенсионной реформе. Несмотря на то, что господин президент дал поручение до 15 декабря подготовить необходимые дополнения, изменения, коррекции. Но вот накануне стало известно о встрече господина Путина с госпожой Голодец, вице-премьером, который отвечает в федеральном правительстве за социальный блок. И со слов Ольги Голодец, к 1 ноября власти внесут изменения в стратегию пенсионной реформы. И уже до конца года она может быть утверждена правительством. То есть вот уже сухой остаток. К сожалению, из тех информационных лент, которые мы получаем из нашего правительства, в общем-то следует, что разговор Путина с Голодец крутился вокруг сокращения норматива стажа для выхода на пенсию. Но как мне представляется, на самом деле реформа заключается не только в этом, а может быть даже и не столько в этом. Я вам с удовольствием представляю моих гостей. Это Евгений Бушмин, председатель комитета Совета Федерации России по бюджету, который сегодня доехал вовремя. За час до начала. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Это Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Рад видеть, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Николаев, партнер, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Игорь, рад также вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгений, давайте с вас начнем. Будем идти по часовой стрелке. Вот ваше отношение к третьей пенсионной реформе за последние 10 лет. Я прошу час всех, я задаю этот вопрос всем, да, рефренно. А лаконично, четко обозначить свою позицию. Ясно, что предыдущая реформа неудачная. Ясно, что существуют проблемы как технические, так и психологические. Технические, понятно, это дефицит пенсионного фонда. Психологические тоже, понятно, это накопительная система, ее отношение к ней. И фактически размещение средств накопительной системы в ВЭБе с не очень большим, до половины, похоже, мы долго не дойдем, размещением в пенсионных фондах, не государственных. Ну, и других управляющих компаниях. Поэтому, конечно, что-то делать надо. Но единственное, что я хочу сказать, что если бы эти реформы, в том числе и третьи, были последовательны, тогда вообще вопросов бы не возникало. Это необходимо делать. Мне кажется, что мы немножко задергались в этих реформах. И, похоже, последняя реформа, третья, она как бы отменяет вторую, в той или иной мере, и возвращает нас на 10 лет назад. Это, в общем, не очень хорошо. И доверие к этой реформе, конечно, не повышает. Это означает, что у чиновников нет такого логического понимания на долгосрочную перспективу? Нет, у чиновников, возможно, нет. Мне кажется, что тут главное не на чиновников обращать внимание, ну, а, собственно, на тех, кто когда-то, может быть, в ближайшее время, может быть, не очень в ближайшее время, пойдет на пенсию. Я вот несколько раз вел беседы на тему пенсионной реформы. Какие-то моменты меня устраивали, с какими-то я спорил. Но вообще я спорю до того момента, когда принято решение. Поэтому сегодня и в ближайшее время... Ну, господин президент сказал, что надо дискутировать. Да, могу себе позволить. Вот. Так вот, спорю, я заметил, что очень много критики этой третьей пенсионной реформы идет, собственно, от пенсионеров. Как-то я все это посмотрел. Не от будущих, а от нынешних. От нынешних. Я не очень понял, зачем пенсионерам вмешиваться в реформу ту, может быть, хотят что-то на собственном опыте. То есть, в том смысле, что вот если бы мы были на 10 лет моложе и вышли бы на пенсию, как бы на нас сыграла эта третья реформа. Не знаю. Мне кажется, все-таки сейчас нужно больше обращать на тех внимания, на кого эта третья реформа может быть распространена. То есть, на людей, которые работают сейчас. Евгения Бушмин, Михаил Делягин. Добрый день. Ну, мне приятно слышать про пенсионеров, потому что, в общем-то, нормальным людям свойственно заботиться не только о себе, но и о других. И приятно, что пенсионеры думают о других, ну или стараются думать. Но я могу сказать про себя очень просто. Я 68-го года рождения, и поэтому я твердо знаю, будет у нас вторая реформа, третья, десятая, пятнадцатая. Моему поколению не будет пенсии, на которую можно физически просуществовать. Обнадеживаешь. Вот я в этом абсолютно убежден. А обсуждать можно все, что угодно. Меня настораживает суета вокруг этой реформы. Как будто вот горит дом, и нужно срочно бежать и что-то куда-то спасать. Меня настораживают заявления специалистов, которые говорят, вы знаете, с нами не проконсультировались. При подготовке этой стратегии это типичное министерское творчество. Они начинают высказывать конкретные претензии, узкоспециальные. Ну и как и раньше, у меня смутное ощущение, что реальных ключевых проблем пенсионной системы, из-за которых у нас падает собираемость, происходит массовое бегство людей в тени. У нас эта реформа не затрагивает. Она чисто механистичная, чисто бухгалтерская. Если у вас в результате вашей замечательной политики сокращаются поступления, вы можете эти поступления делить разными способами, но их все равно не хватит. Потому что вам дают денег меньше. Потому что сбор средств устроен так, что их будет все меньше. Сбор ЕСН падал на 1% в год. За 2011 год, по данным налоговой службы, сбор подоходного налога, это косвенный индикатор, снизился с 3,7% до 3,1%. Происходит не потому, что люди упали от дохода, происходит уход людей в тень. Потому что основная часть людей, налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, если говорить советскими терминами, превышает 39%. Для бедного человека это запредельно высок. В то же время богатый человек может оформиться через это и ЧП 6%, через операции с ценными бумагами, там может до 4%. Снизить это не будет налогового нарушения. И в результате это у нас офшорный рай для богатых. На всех остальных запретительно высокое налогоблажение. Соответственно, снижается собираемость в силу несправедливости системы. Причем здесь нет тупика, здесь есть выход, потому что бизнес согласен платить и обязать. Это инвестиционные консультанты говорят самое разное, самое разное время, уже лет 10. Бизнес согласен платить обязательные социальные взносы с даже высоких зарплат по плоской ставке 15%. Государству это почему-то неинтересно. Обсудим это отдельно. Это Михаил Делягин. Игорь Николаев. У меня не просто негативное отношение. Чуть повыше микрофона, если можно. Спасибо большое. У меня не просто негативное отношение. Какой-то это затея, да? Да. Вот почему я даже замялся, не сказал, стратегии. Потому что для меня стратегия это выверенный, непротиворечивый документ. Я таковым его не считаю. Оно не просто негативное, оно крайне негативное. Почему я сказал, даже он должен быть непротиворечивый. Есть вещи, которые, на мой взгляд, принять невозможно. Но посмотрите, он даже внутренне противоречив. Нам говорят, никто не хоронит обязательную накопительную компоненту. Мы же понимаем, что это лукавство. Обязательно накопительная компонента сокращается с 6 до 2%, потом право выбора и так далее. Нам говорят, что не хоронят. Одновременно в этом же документе говорится, что пенсионная система должна быть трехуровневая. Это трудовая государственная пенсия, это корпоративная и это накопительная. Ну, это частные накопления. Скажите, где тогда здесь накопительный, тот самый обязательный накопительный элемент, который вы не собираетесь хоронить? Вы хороните его, так и скажите. А на самом деле это ключевой элемент этой реформы. Мы его хороним. А ведь что такое накопительный элемент? Ну, мы хотели увязать, да, будущие пенсии с тем, как человек работает, как долго и как много он получает, сколько он накапливает, чтобы появилась вот эта взаимосвязь, которой не было и нету в распределительной системе, вот в этой котловой системе. В других странах, даже в странах СНГ, укрепляют этот накопительный элемент. В Казахстане 10%. Мы его снижаем сначала до 2%. Но ведь это, даже это не снижает, да, уменьшает, но не решает проблему дефицитности. Нам приводят аргументы. Вы посмотрите, мы о вас заботимся. Страховая трудовая с 2004 по 2011 год проиндексирована была на 337%. А вот смотрите, государственная управляющая компания наработала только 149%, а инфляция у нас была 200 с лишним. Как плохо работала накопительная компонента, на это я должен сказать. Если вы сравниваете два показателя, насколько прирастали накопление и инфляция, то вообще-то надо обращать внимание и на инфляцию. У меня тогда вопрос, а почему такая высокая инфляция была? Это ответственность власти. Поэтому негативное отношение, как я сказал, противоречивый документ, и жалко, что выхолачиваются такие сущностные вещи. Игорь Николаев, краткий выпуск новостей, затем продолжим реальное время. 19 часов 19 минут реальное время, очень сложное, но крайне важная тема, так называемая третья пенсионная реформа. У нас здесь Евгений Бушмин, Михаил Делягин и Игорь Николаев. Господин, у нас на самом деле не так много времени. Я вообще отношусь к заявлениям, которые особенно первоначально делал Минтруд, в части накопительной части, как к воровству, к самому настоящему воровству. 1 триллион 300 миллиардов на счетах у физиков, без аккумуляции УК и НПФ. Но потом они поправились. Поправились, хотя я на самом деле не знаю, что в итоге будет Путину положено на стол. И с чем согласится господин президент. Евгений, а вот на ваш взгляд, из-за этой ситуации какой выход-то? Вот что делать? Вот понимаете, я не хочу в САБЕС. Вот я не хочу в САБЕС. А они мне говорят, нет, ты пойдешь туда. Да нет, дело... Я просто извините, я... Михаил Делягин, я буду пояснять, да. Извинения, просто дело даже не столько в САБЕСе. В САБЕСе тоже были некоторые гарантии, не всегда было плохо в САБЕСе. Фишка в следующем. В другой стране, в другой системе. Фишка в следующем, да, и в нашей стране, в нашей системе, что если будет возврат к старой пенсионной системе, распределительной, только распределительной, то следующий этап. Вам каждый год будут менять так называемую пенсионную формулу. Вам каждый год, или почти каждый год, по неволе, потому что сокращаются ресурсы, будут менять, как у вас учитывается стаж, И как у вас учитывается ваша средняя заработная плата? Вы каждый год будете получать новую пенсию. И что-то мне внутренне подсказывает, что вряд ли реальная стоимость на выражение этой пенсии будет расти. Просто по логике событий. Извините, ради бога. Это Михаил Делягин, Евгений Бышвин. Ну, давайте начнем с того, что я уже говорил, что я выступал против накопительной части. И только решение, принятое на государственном уровне, заставило меня замолчать на эту тему. Будучи замминистра финансов? Или уже в Сенате? Уже в Сенате потом. Собственно, это как раз переход был. Если сейчас мы обсуждаем, значит, есть такая возможность. Еще раз говорю, я против накопительной части. Против. Я считаю, что вот это вот государственные шутки с коммерческими компаниями, которые там что-то чем-то управляют, это вообще неправильное дело. Не дело государства заниматься бизнесом. Понимаете? Не надо эти деньги собирать и кому-то там раздавать. Не дело государства заниматься бизнесом. Я с этим соглашу. Так вот, отдайте бизнесу, чтобы он этим вопросом занимался. Вот вы возьмите свои денежки, вложите их в негосударственный пенсионный фонд. Сделал уже давным-давно. Вот и молодец. Все остальные, кто захочет, тоже сделают. Зачем это делать через государство? Я этого не могу понять. И сейчас, поэтому я считаю, что это была совершена ошибка. Эта ошибка в той или иной мере исправляется. Жалко, что она может быть исправлена не до конца. Потому что я считаю, что накопительная система, надо эти деньги отдать собирали, отдать людям. Пусть они решают с ними так же, как вы со своими собственными деньгами, со своими пенсионными накоплениями. Пусть они так же решают с этими деньгами. А вот все остальное, если человек захочет накопительную систему, он сам туда пойдет. Не захочет. И государство не может обеспечить достойное пенсионное обеспечение пенсионера. Разные вещи говорить. Мы первое начали с накопительной системы. Накопительная система добровольная вещь. Человек хочет идет, не хочет не идет. А когда государство заставляет, это уже не накопительная система. Я уже не знаю, что это такое. Это во-первых. Теперь во-вторых. Конечно, распределительная система плохо, хороша. Можно долго и упорно обсуждать. Но на самом деле другой альтернативы сейчас просто нет. Вот еще раз говорю, заставить государство собирать какие-то деньги, а потом каким-то образом кому-то давать, даже уважаемому и любимому мной вебу, это вообще не дело. Это вообще неправильно. Теперь, что касается того, что каждый год будут менять. Трудно сказать, как они каждый год будут это все менять. Я думаю, что менять будут исходя из тех средств, которые есть у государства. Если у государства есть средства, значит, будет нормальная и благополучная пенсия. В момент кризиса все страны Европы так или иначе пошли на какие-то сокращения социальных гарантий, социальных выплат. Мы, в общем, старались этого не делать. Но, конечно, все это произошло только за счет нефтяных денег. И мы это хорошо понимаем. То есть, фактически, можно сказать, будут у нас нефтяные деньги, будут у нас хорошие пенсии. Не будет у нас нефтяных денег, у нас хороших пенсий не будет. Так это безответственная позиция, Евгений. Это не безответственная позиция. Это безответственная позиция. Это позиция, когда мы все... Потому что мне через 20 лет, вот как и Делягину, выходить на пенсию, да? Когда мы все отвечаем... И что мы с ним будем делать? Вы будете работать. По всей видимости. Пока не умрете. Мы будем отвечать друг за друга. А теперь, кто хочет, чтобы у него была достойная пенсия, и он будет дополнительно откладывать деньги на свою пенсию, так называемую накопительную систему. То есть, добровольную накопительную систему. Вот. Они, конечно, получат больше, чем те, кто не откладывал. Но на самом деле, я не думаю, что в нынешней системе вот такого вот мирового финансового рынка мы все-таки сможем на рынках добиться хотя бы уровня инфляции, который есть в Российской Федерации. Евгений Бушмин, я очень хочу, чтобы Игорь Николаев поопланировал. Ну да, я могу здесь поопланировать. Почему во всем мире практически, ну в развитых странах существует обязательно накопительная компонента? Ну точно по таким же причинам. А почему существует обязательное страхование некоторые виды? Потому что вот так вот махнуть рукой. Да вы сами так. А зачем тогда ОСАГО? Ну зачем? Вы сами там разберетесь. Кто надо, тот застрахуется. Так не получается. Или морду набьете друг другу на дороге. Так не получается. Это в хорошем случае. Да. Так не получается. И во всем мире, в развитых странах это поняли. Поэтому это цивилизованный подход, цивилизованный порядок, когда существует, да, обязательный. Может быть по форме, а что это обязательный? Но на самом деле это правильно. И мировая практика это доказала. Так существует обязательная. Обязательная компонента существует. Обязательная. Сейчас ее хотят похоронить. Вы говорите. Да нет, накопительную хотят. А накопительная она не обязательная? Нет. Мы говорим об обязательной накопительной части. Мы говорим сейчас об обязательной накопительной компоненте. Но пенсии есть, так же, как страхование. Обязательно накопительное. То есть есть государственное участие в этом деле. И там, и тут. Поэтому сравнивать обязательно страхование с накопительной участием, это не совсем правильно. Если накопительное, обязательно. Мы платим в обязательном порядке накопительную пенсию 6% пунктов. У нас их отнимают сейчас. Вот и все. Кто отнимает? Вы. Вы проголосуете за и отнимете. Что значит отнимете? Эти деньги останутся у вас, которые вы 6% откладывали на... А вы дайте людям... Просто ставка. Вы дайте людям, не перераспределяйте эти деньги через общий котел. Вы дайте людям распорядиться. Вот такая часть у него обязательно накопительная. Будет он молчаном, ладно, в государственной управляющей компании. Но все больше людей стало доверять не государственной компании. На самом деле, это-то и волнует государство и пенсионный фонд. Как так? Такие сотни миллиардов уже уходят от них. А ведь так просто взять их и решить проблему дефицита. Ну вот же истинная причина-то в этом. Куда уходит-то? Пенсионный фонд никакого отношения к этим деньгам не имеет. Правильно. А хочет иметь отношения. Хочет, чтобы они были в распределительной, в страховой части. Большая, большая принципиальная разница. Он получает деньги из федерального бюджета. Да, и есть поручение президента о сокращении прямых трансфертов. Я общался с Силуановым, он мне в лицо это сказал. Да, есть сокращение трансфертов, конечно. Единственный способ это зарабатывать. Это, конечно, чтобы все платили и друг за друга отвечали. Вот господин Делягин сказал, привел конкретные цифры. Уходит в тень. Пожалуйста, Михаил. Значит, я просто хочу объяснить под оплеку спора. Я экономист, я всегда привык исходить в то, что бытие определяет сознание. Просто у нас в стране существует несколько пенсионных систем. И у государственных служащих пенсионная система отдельная. Ну, правила пенсионного обеспечения. Поэтому вот у меня не будет пенсии, а у некоторых других товарищей будет. Это определяет некоторые различия в подходе. Михаил, а можно я дополню? Да, и не надо передергивать только. Я вас очень прошу. 1300 рублей, даже относительно 9 тысяч, не является, что у кого-то есть пенсион. Ну, вы знаете, как люди рвутся, чтобы доработать последние годы на госслужбе. Я видел своими глазами. Давайте поясним, что сейчас по порядку. Это не мотивирует сознание. Пенсия госслужащего при выходе может составлять до 75% от денежного содержания на момент выхода. Это принципиально. Не 40% вот эти, которые нам обещают. У госчиновников у нас особый порядок. 75%. До 75% от денежного содержания на момент выхода. Вопрос. Вы решаете общую пенсионную систему накопительной? Почему вы не решаете, не делаете так, чтобы у чиновников, они же слуги народа, был такой же общий порядок? Они хозяева народа, не надо передергивать. Они хозяева народа. Да прекратите. Я не соглашусь. Просто зарплата формируется по-разному. И если денежное содержание представляет только часть заработной платы. Вы что будете спорить, что у них особый порядок? 1350 рублей разница между средней пенсией госслужащей и средней пенсией по стране. Понятно. Но вот эти до 75% на самом деле есть? На самом деле, конечно. Если у вас оклад 4 тысячи, 4 тысячи, и вы говорите, что вы пенсию получаете... У вас оклад 4 тысячи? Да, конечно. У вас оклад 4 тысячи рублей. У государственного служащих оклад от 4 до 6 тысяч. Да ничего подобного. Меньше минимального размера оплаты труда. Да конечно. Меньше прожечного минимума. Да конечно. Да ничего подобного. Откройте указ о государственном служащике. Это хорошо. Во-первых, от денежного содержания от оплаты. Понимание от оплата. Конечно. 75% от денежного содержания. Плюс еще премии, плюс еще плюс... И это ничего не считается в пенсиях. Ну слушайте, ну это совсем не профессионально. Михаил, вы... Ну посмотрите, как вы работаете. Подождите, господа. Здесь все уже было сказано. Слуги народа самые нищие, самые бедные люди. Они умирают от голода на своих рабочих местах. Их особый порядок выплаты им пенсии, это просто способ экономить... Способ сэкономить огромные деньги для обычных пенсионеров, которые всю жизнь работают и получают столько же, примерно столько же, сколько уголовники, которые ни одной минуты не проработали. Это просто способ спасти деньги для инженеров, для рабочих, для колхозников. Ну это так вот вы красиво поерничали. Нет, я не ерничаю, я просто объясняю, что нам сейчас сказали. Есть вопрос. Большая... Я не буду говорить там даже. Я буду о депутатах Государственной Думы. Наверное, у них большая заработная плата. Но коэффициент там 15%. Не 75%, не 40%, 15%. Депутат Государственной Думы, когда выходит на пенсию, получает 15% от той суммы, которую он ежемесячно получает, как депутат Государственной Думы. О чем вы говорите? Вот зачем вы говорите общие слова? Это неинтересно. Ничего себе. Ничего себе неинтересно. 75%. Мы вам норму закона процитировали. А вы про общие слова. 75% от причины денежного содержания. Я говорю 15%. Читайте закон. Вы же слышали. У нас государственные служащие самые нищие люди. И администрация президента там в 1,8 раза повысилась расходы на их содержание. Это не имеет никакого отношения к их материальному обеспечению. Это просто так. Ну, чтоб мы с вами поерничали, поговорили общие слова. Это Михаил Делягин. Краткий выпуск новостей, затем продолжим. В 19.32 реальное время. Здесь Евгений Бушмин, Михаил Делягин и Игорь Николаев. Ваши письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Наш многоканальный телефон. Его номер 6510996, код Москвы 495 для ваших, соответственно, звонков. Я хочу задать этот риторический вопрос. Как обеспечить людей, которые будут уходить на пенсию через 20-25 лет, достойны пенсии? Является ли это зона ответственности государства или это зона ответственности каждого человека? Вот какое концептуальное решение, Евгений Бушмин? Ну, там есть же предложение от трех составляющих. Государство, личное и бизнес. Так. Вот три составляющих. Это нормальная общая практика. Поэтому здесь с этой точки зрения вообще как бы у меня вопросов нет. Ну, что касается заработной платы администрации президента. Действительно, заработная плата повышена. И руководитель администрации президента Российской Федерации приравнен к первому заместителю министра обороны. И так вот все ниже. По-моему, это означает только то, что действительно сейчас военные получают достаточно приличное денежное содержание. И в администрации президента это денежное содержание меньше, чем у военных. Правда, пока никому другому не повышено. И, соответственно, любой офицер, закончивший училище, получает в два раза больше, чем специалист, который приходит из вуза на государственную службу. Я не хочу оправдывать государственную службу. Я хочу сказать, что там плохая система заработной платы. Там неправильно сформулированы цели, задачи и в том числе система поощрения. Но это не говорит о том, что надо цепляться за какие-то цели. Евгений, вы знаете, я не хочу говорить про госслужащих, потому что я предполагаю, они себя обеспечат. Вот с тем уровнем казнократства. Нет, это не мои слова. Это слова Путина и слова Медведева. Триллионами. У кого? Из бюджета. Триллионами. У сотрудника Министерства регионального развития? У советника или консультанта? Ну что вы? Слушайте, а почему в обществе такое отношение к чиновникам? Это плохое общество, оно неблагодарное. Оно неблагодарное. Они обеспечиваются. Потому что вы такое отношение. Как сказал господин Полтавченко, желобье у нас в стране живет. Понимаете? Давайте я напомню. Не только в Питере. Где-то полтора-два года назад на встрече начальника контрольного управления Чуечика с президентом Медведевым официально была озвучена цифра разворованных средств до 20%. Один триллион рублей. Это официальные цифры. Вы тогда спорьте с президентом, с Чуеченком. С премьером. Что ж вы говорите Юрию Пранько? Кто ворует, где ворует? Это президент сказал. Это вы сказали, кто ворует. Я этого не говорил. Да? Вы сказали, откуда такие цифры? Вы стали... Я вообще такие цифры не говорю. Я этого не говорю. Вы что? Нет, понятно. Цифр вы не говорили. Я говорил только то, что... Да мы прекрасно помним, что говорим. Есть... Ну а что вы тогда... Что вы так говорите? Простите вас, Евгений, можно вопрос напонимать? Ну просто мы сейчас залезли в какую-то ситуацию, в которой вы пытаетесь непонятно на кого свалить всю проблему коррупции в стране. Ну это же неправильно. На коррупционер. Президент? Короче. На встрече с начальником контрольного управления называют эту цифру. Я же не о цифрах, а о людях. Вернемся к пенсионной все-таки. И есть много людей, которые должны работать. Так же, как, что бы вы ни говорили, есть много людей, которые должны в милиции служить или в армии служить. И что бы вы ни говорили, все равно там приличные люди... Колокольцев сегодня сказал, что воровать стали меньше. На 26 процентов, да. Вывел глава МВД. Можно или нельзя? Да, конечно. Евгений, вы члены Елены России? Да, конечно. Понятно. Тогда вопрос... Теперь возвращаемся к пенсионным делам. Возвращаемся к пенсионным реформам. Пенсионным фондом. По-моему, больше двух триллионов рублей. В общем, хороший фунтик. Дефицит пенсионного фонда у нас тоже вполне приличный. Из федерального бюджета туда идет чуть меньше триллиона рублей в этом году. На дефицит только. На дефицит? На дефицит. На дефицит. На дефицит. Всего идет три. На дефицит возникает детский вопрос. А что у нас с фондом национального благосостояния? А ничего. А его наращивают. Он продолжает расти. А его целевое назначение забыли полностью. Вообще-то говоря, нецелевое использование средств является не совсем корректным деянием. Если мы с вами, допустим, пойдем в тюрьму. Если, допустим, поставленный чиновник, он может получить выговор или страшное дело, и могут уволить. Но мы не видим даже устных нареканий. То есть мы имеем аккумулирование денег, неиспользуемых в федеральном бюджете, при одновременной истерике в отношении того, что у нас дефицит пенсионного фонда. В федеральном бюджете на сегодняшний день, извините, на 1 октября, без движения, валяется без остатка, без малого, 7 триллионов рублей. Из них 2 целиком предназначены на поддержку пенсионного фонда, но об этом все старательно забыли, делают вид, что никогда этого не было, никогда про это не говорилось. А остальные 5 лежат просто так, на валу. А возникает вопрос, что ж у нас такая спешка, что ж у нас такая паника, что ж у нас такая истерика. Вопрос открытый. Я никого ни в чем не хочу обвинять. Это первое. Но спешка есть. Спешка феноменальная. У нас типа месяц назад все проснулись и вспомнили, что существует пенсионная проблема. Что было до этого, непонятно. Почему нужно закатывать истерику именно сейчас, к 1 января, к 1 ноября, тоже непонятно. Очень забавно. Президент дает срок 15 декабря, все рапортует к 1 ноября. Значит, теперь насчет накопительной части. Ну, по крайней мере, со слов Ольги Голодец. Да, насчет накопительной части. Я совершенно согласен с тем, что закапывание накопительной части, накопительного взноса в фондовый рынок Российской Федерации есть преступление. Причем заранее спланированное с тем, чтобы поддержать этот фондовый рынок и поспекулировать на росте котировок. Но если сейчас 6% это дело уйдет там в ноль, потому что предполагается, что в 2014 году, если мы хотим сохранить 6% этих накопительных взносов, то нам нужно будет не просто писать заявление, еще 2% доплачивать из своих карманных денег, своих кровных денег. То есть понятно, что накопительных взносов не будет по определению. Просто потому, что мы не будем стоять в очередях, чтобы это заявление написать, даже если захотим платить 2%. Но есть эффект масштаба. Грубо говоря, с 1 триллиона, если они вкладываются разумно, не в фондовый рынок, доход будет всегда больше, чем с 1 тысячи. И когда накопительные взносы прекратятся, то те деньги наши с вами, которые уже туда вложены, доходность по ним упадет. Потому что с одной стороны меньше будет масштаб, с другой стороны нарушатся планы тех, кто их инвестирует, и в-третьих, административные расходы на их обслуживание, они станут относительно тяжелее. Далее, у нас есть гарантированные проекты, которые гарантируют долгосрочную доходность. Вот в Японии, стране, которая отстроена из Штатов, этого нет. А у нас в силу разрушенности страны есть. Это же модернизация жилищно-коммунального хозяйства в крупных городах и в обеспеченных средних городах. Это проект с гарантированной долгосрочной доходностью. При всем воровстве, коррупции, идиотизме и всем остальном. Но почему-то мысли о том, чтобы направлять деньги туда, нет. Была идея направить деньги на строительство дорог, то есть в проекты, которые гарантированно не окупятся. И мы гарантированно оставимся без денег. Есть реальность, что вкладывают в русскую рулетку на фондовый рынок, а вот в гарантированные проекты с доходами сюда не вкладывают. Это неинтересно. Владимир Путин неделю или две недели тому назад, когда была большая встреча, он вновь напомнил Силуанову о том, что накопительная часть должна идти в дороге. Знаете, если президент напоминает, а не отдает поручения, ну, любой чиновник знает, что нужно обязательно сделать, а что можно просто послушать. То есть можно публично под камерой сказать «да-да» и... Да, конечно, товарищ начальник. И вообще, глядя на эту пенсионную реформу, у меня возникает ощущение, что отношения Дальцова и других возбуждают дело просто из чувства нездоровой ревности. Вообще это недобросовестная конкуренция. Потому что государство, по крайней мере, какие-то части государства, организуют социальную революцию, и ему не нужны никакая посторонняя самодеятельность. Вы посмотрите, бюджетная реформа, реформа пенсионная, рост тарифов. И все это методично бьет и методично разрывает людей. Сейчас еще будет межнациональная реформа межнациональных отношений. Сейчас еще будет вот такая. Миграционная политика у нас чудесная. Я прошу, извини, что я отклоняюсь. Но в целом ощущение, что социальные потрясения, социальную дезорганизацию общества готовят государства. Это Михаил Делягин. Игорь, с чем согласны, с чем нет? Игорь Николаев. Я скорее, в общем, все-таки отвечаю вопросом, а что же делать-то тогда, да? Для начала, вообще-то, надо задаться вопросом. Ну, Михаил об этом говорил. А что вдруг проблема-то так остро встала? Действительно, 10 лет мы существовали, и вдруг, ну, настолько обострилась она действительно остро. Один триллион из федерального бюджета. И по нарастающим. Да. Надо признать, что это следствие популизма, непрофессионализма и безответственности экономической политики в самых последних лет. Надо выборы было проходить. Вот отсюда все эти наращивания социальных обязательств, отсюда обострение проблемы, отсюда вроде бы предлагаемые эффективные пути для решения этой проблемы, в результате которой может быть с большой вероятностью похоронен накопительный компонент. Не надо было обострять и создавать проблемы таким образом. Надо было более ответственно, без такого популизма действовать. Это понятно. Но что делать-то теперь? Что делать теперь? Что делать? Так это вот на будущее, как надо. Я прекрасно помню даже полемику под камерой между Кудрином и Путиным. Когда Кудрин сказал, нету денег. Путин ему сказал, выполнить. Да, что делать? Правильно, что делать? Коротко, здесь трудно, конечно. Это системная проблема. Если это системная проблема, дефицитность. Вообще-то надо задуматься о принципах функционирования пенсионного обеспечения. Они у нас вообще, вот те самые страховые принципы, они могут работать в пенсионном обеспечении или нет? По определению, должны думать о принципах. Я утверждаю, что страховые принципы работать не могут. Потому что страховые принципы работают, возьмите виды страхования, когда платят все, а страховой случай наступает не для каждого. Не может функционировать система, когда платят все, страховой случай, выход на пенсию наступает на каждого, и все получают пенсии. Это значит, что не надо питать иллюзии. Государство, тем более и по конституции оно, социальное государство, будет и должно из бюджета, в том числе, поддерживать эту систему. Да, за счет Фонда национального благосостояния. Да я не против. Который по положению создан для обеспечения устойчивости пенсионной системы. А мы как-то об этом забыли. Подожди, Евгений, а почему забыли-то, правда? Да никто ничего не забыл. То, что я сижу, слушаю и молчу, это не означает, что я согласен с тем, что было сказано. Хорошо, ну поймите, что такое 2 триллиона? Когда у нас дефицит триллион, но мы забыли о том, что то принято решение о валоризации, о повышении пенсии, которая стоит сейчас еще 700 миллиардов. То есть на самом деле переводится туда на выплату пенсии не триллион, а триллион 700. Ну это фактически на один год этого фонда. То есть ждать-то некогда, если мы дальше так будем. Не дай бог упадет цена на нефть. 50,1% мы уже получили доходов федерального бюджета от нефти и газа. Что дальше? То есть разговор идет о том, что пока мы не смогли слезть с нефтяной иглы, говорить о том... Да вы не пытаетесь с нее слезать. Вы на ней ерзаете и садитесь все глубже. Это вы не пытаетесь. Я вообще к вашему государству отношений не имею, извините. Слушайте, уезжайте с Христорана. Почему? Я имею в виду отношения к этой стране. Лучше вы уезжайте со своей единой России. Государство, 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 это и есть страна. Нет, это ложь. Ваше государство враждебно нашей стране. Не, вообще не дождетесь, чтобы мы уехали. Подождите, господа, давайте остынем. Сейчас краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19.47, здесь Евгений Бушмин, Михаил Делягин и Игорь Николаев. Реальное время, Финам.фм. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем, там же и прямая веб-трансляция. Евгений, все-таки к вам вернусь. Итак, сдвигаем с фондом. Если в федеральном бюджете не хватит денег для того, чтобы покрывать дефицит пенсионного фонда, будет задействован фонд. Это обязательно. Национальное благосостояние. Это обязательно. Пока мы можем это делать, трогать заначку для пенсионеров нельзя. Это тоже понятно. Я не очень понимаю, какие предложения могут быть другие. Сейчас это все использовать, чтобы в случае чего мы не смогли выплатить пенсию пенсионерам, но это, по-моему, не совсем правильно. Совсем неправильно, даже более того. Поэтому здесь использование этих средств только в том случае, если федеральный бюджет не сможет покрывать дефицит пенсионного фонда. Ну, хорошо, вот вы говорите, гигантская зависимость от поступления, от углеводородных проектов. Да, к сожалению, да. А как выходить из этой ситуации? То есть, вот смотрите, я задаю абсолютно практический вопрос. Что делать тем, кто через 20, 25, 15, я не знаю, лет будет выходить на пенсию? Государство у нас сырьевое. Вот делеги считают, что ничего не меняется. Нет, увеличивается степень зависимости. Увеличивается степень зависимости. Конечно. Да, увеличивается степень зависимости. А как так получилось, что за 13 лет только увеличилась степень зависимости? Наверное, мы с вами плохо работаем. А, вот так вот. Я думаю, что, прежде всего, власть вообще-то ответственна за это. Как, вы не согласны? Наверное, власть тоже ответственна за это. Но когда власть посылает аналитиков и объясняет, что аналитики должны убираться из этой страны, Понятно, что аналитики плохо работают Если аналитики Не хотят жить в этой стране Вы не передергивайте Извините, я не передергиваюсь Хорошо, будем одинаково Ну тогда будем слушать радиослушателей Уж простите за тавтологию 651099.6 и финам.фм Наши средства коммуникации Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер Алло Алло, здравствуйте Меня зовут Дмитрий Юрий, вы спрашиваете, что будет через 20 лет У меня следующий вопрос, а что будет через 40 Наше государство пытается все больше собрать людей Все больше должно и все больше транс Так может быть как-то выйти из этой лотереи государство Но не справляются, скажут, ребята, я не справляюсь Как-то погасить эту задолженность, не влезать в новые долги Перед гражданами, спасибо Как прокомментируете? Кто-то готов? Тишина всего Новые долги Государство имеет обязанности перед гражданами Которые вечные Государство обязано гарантировать Гражданам право на жизнь И то, что оно сегодня игнорирует это право И, например, не гарантирует прожиточное умение во всем Только пенсионерам, и то заниженный прожиточный умение Это не означает, что из этого обязательства можно как-то выплатить аванс К сожалению Добрый вечер, как вас зовут? Алло Алло, добрый день Как вас зовут? Здравствуйте, вы Виталий? Да, Виталий Можно говорить? Да вы в эфире уже, впрямую Ага Вы знаете, вот такой вопрос Значит, все, вот насколько я понимаю Все государства с развитой пенсионной системой Имеют хромающую динамику роста населения Демография Демография, да Вопрос А как вы относитесь к такой идее, что пенсионную систему Как такую вообще почти ликвидировать А обязанность по выплачиванию пенсии возложить на детей? А если детей нет, например Да А во-вторых, у меня очень много знакомых семей У которых, скажем, один ребенок и два родителя И так получилось, что вот, как вы сказали, почти ликвидировать Государство почти ликвидировало свои обязанности по выплате пенсии Потому что если брать ни триллионных, ни миллиардах рублей федерального бюджета И прочих замечательных расходов А то, что люди получают на руки в сравнении с реальной стоимостью жизни То пенсионное обязательство почти ликвидировало И вот один ребенок Его, подождите, пожалуйста И вот один ребенок тащит двоих родителей И как ему тащить? Они ему хребет ломают Это трагедии, которые продолжаются в нашей стране уже лет 20 Это Михаил Делягин, Евгений Башвин Еще раз Только что сказано Что единственное, кому что-то гарантируется Это пенсионеры По крайней мере, один из шесть десятых уровня необходимого Ну, самого низкого, но прожиточного уровня пенсионеров То есть они получают в 1,6 раза больше прожиточного меню Да, конечно Ух ты Конечно, да, именно так Что-то мне незнакомы такие пенсионеры Да, собственно, вот Не с теми общайтесь, Михаил Собственно, я не на Рублевке живу Не на Рублевке живу Игорь Да, я по детям Вы знаете, ну, такие идеи, конечно, были Еще любят приводить, в пример, Китай Но на самом деле в Китае не так Что не существует пенсионная система В городах существует Да, вот я Михаил, не опережайте Извините Разве бог Существует для чиновников Существует точно своя система Вы знаете, пенсионная система не может быть устойчивой при такой системе В том числе по причинам, о которых говорил Михаил Делягин Поэтому это удел таких, ну, совсем уж слаборазвитых стран Что вот отказываемся, а вот там как получится Но мы же не хотим такое быть Мы хотим, чтобы была устойчивая пенсионная система Чтобы были достойные пенсии Поэтому Поэтому должна быть государственная пенсионная система Да, добрый вечер Как вас зовут? Представляйтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Николай Ну вот я хотел заметить Конечно, очень интересно было послушать И мысли В том числе есть резоны Есть то, с чем я не соглашусь Но Как обычный человек От себя скажу Я измеряю свой уровень жизни Определенными показателями Такие, как покупательская способность Что я могу позволить И я пришел к тому выводу Что даже оставляя деньги Вкладывая деньги в накопительную Отправляя деньги в накопительную часть Там какую-то Я понимаю, что В нашей стране деньги настолько сильно обесцениваются Что вот для себя, да И для своих близких Единственный возможный вариант Обеспечить свою старость Это купить какую-то дополнительную недвижимость И снимать с нее в последующем ряде К сожалению, я не верю В то, что Государство может обеспечить Недостойную старость Даже работая И получая хорошую Белую зарплату И платя довольно серьезные налоги Я в это не верю Правильно Разумный человек И когда Печально это на самом деле, Михаил Если граждане страны Не верят собственной стране Простите, пожалуйста Во-первых, не собственной стране Собственному государству Раз А во-вторых Вот если бы они верили То это было бы значительно хуже Потому что они были бы неадекватны В крайней мере, этот человек вполне адекватен Как мне кажется Правда, он говорит при этом о достойной А государство Действительно не может Обеспечить достойно Сейчас мы говорим только о том Что есть прожиточный минимум Есть там 1,6 Или другие коэффициенты Какие угодно Вот этот уровень А достойную, конечно, не может К сожалению, не может Потому что 50% доходов Того же федерального бюджета Это нефть и газ Вот поэтому и не может Игорь Николаев Я хочу обратить внимание Вот человек не верит И многие не верят Вот в результате вот этой реформы Число тех, кто будет не верить Значительно повысится Хотя бы потому что, знаете Пенсионные реформы не проводятся Когда за 10 лет мы 3 раза меняем правила Что это такое? Пенсионные реформы Это определяются Лет на 30, на 40 Когда трудовое поколение Которые вошли в трудовую жизнь И выходит на пенсию По одним и тем же правилам А когда за 10 лет При одной власти, кстати Здесь нету оправданий Что власти-то меняли Одна власть была Вы 3 раза меняете правила игры Да кто так делает? Тут по определению не может быть Знаете, доверие А если не будет у людей доверия Ну На самом деле это страшно, господа О чем мы говорим Отсутствие доверия граждан К собственному государству Вот я предлагаю всем Осмыслить вообще этот тезис Ну значит оно не собственное Значит оно чужое Если не отсутствует доверие Я просто хочу сказать Еще одну важную вещь Здесь было сказано ключевое Что государство не может обеспечить Это абсолютно правильно Проблема не в том Что оно может И чего оно не может Выше головы не прыгнешь Проблема в том Что оно пытается сделать И чего оно сделать не пытается Простая вещь Пенсионные фонды Пенсионные взносы Извиняюсь Обязательные социальные взносы Собирает пенсионный фонд Который для этого Строго говоря Не приспособлен И который от этого Уже давно отвык У нас прекрасно Собирали все эти Обязательные социальные взносы В рамках единого социального налога Собирала налоговая служба С вот такими зубами С отличными механизмами администрирования Ну по нашим меркам отличными Зачем отдавать обратно фонды Которые забыли Как это делается Значит государству Не нужна эффективность Хотя бы в сборе этих средств Дальше Несколько лет назад У нас сел фонд обязательного Медицинского страхования Весь От председателя До помощника бухгалтера Один человек получил условный срок То есть там были такие злоупотребления Что даже на фоне Отсутствующего в России Коррупции Как говорят одни Или триллионы рублей Уходящих налево Как говорил президент Медведев Даже на этом фоне Это было нечто феерическое После этого Значимых Видимых изменений В контроле За деятельностью Вне бюджетных фондов Медицинского страхования Пенсионного и социальной защиты Не проявилось То есть коллеги Мы обнаружили воровство Его наказали Как положено Запустили других людей И пусть все будет по прежнему Правильно? То есть это юридические доказательства Того Что эффективность пенсионной системы Хотя бы на уровне Сбора средств И минимального контроля За их расходование Государству Как таковому Не присутствующему здесь Сенату А государству Как таковому Как совокупному Не нужна На уровне поступков Понимаете? Евгений Не, ну конечно Проблема существует Опять-таки Принято решение Но В данном случае До этого Принятого решения Мы много говорили Что Отобрать у людей Которые Умеют И привыкли Это делать И передать тем Кто Не привык И не умеет Единственные Там были аргументы Что они раньше Собирали Там еще До 2000 года Но не совсем Правильные аргументы Я бы конечно И эту ошибку Стал исправлять Так же как Накопительной системой И вообще В одни руки Отдал сбор этих средств В том числе Я имею ввиду В налоговую службу Это решение Правильное Его надо обсуждать Может быть Действительно Не вот так Вот сразу Сегодня Но вообще Вот это вот Сбор этих цифр Мониторинг Этой системы Сейчас ведется Уже последние Два года И я думаю Что так или иначе Придется выходить На признание Ошибки И перехода На сбор Через налоговую систему Но это Другая Это не означает Что все государство Плохое Это означает Что чиновники Совершают ошибки Их надо за это наказывать Вы знаете Вот самое печальное Завершая нашу программу Меня крайне напрягает И беспокоит Спешка По этому вопросу Вот эти даты 1 ноября 15 декабря К 7 ноября Еще ладно К 5 ноября Успеть надо К 1 января 13 года Четвертый Второй Я прекрасно понимаю Что ни господин Путин Ни госпожа Голодец Не будут отвечать За это решение В 2030 В 2000 И дальше Годах Но не будут они За него отвечать Я надеюсь Что в то время К тому времени Их карьера политическая Завершится Хотя бы к тому Не надеюсь Но история Она может Эхом Прозвучать И в том числе Для этих персон Потому что Сейчас они Решая сиюминутные Вопросы Могут совершить Гигантскую ошибку Которую За которую Им придется Ответить Не в буквальном Смысле А заочно Перед теми Кто через 20-30 лет Будет выходить на пенсию Я надеюсь Что господина президента Хватит Ума И здравомыслия Не форсировать Как это предлагают Вот эти все чиновники А действительно Произвести Мозговой штурм Пригласить Разных Представителей Экспертного сообщества И обсудить Предметно По-взрослому Как выходить Из этой ситуации Для мозгового штурма Нужен мозг Все Евгений Бушмин Михаил Делягин Игорь Николаев Реальное время Финам ФМ После новостей Итоги Субтитры создавал DimaTorzok